приветствую всех на своем канале вязание меня зовут ольга сегодня я снимаю такой интересный формат по крайней мере для меня и как я выяснила для многих девочек тоже интересно если не участвовать в таком проекте то хотя бы наблюдать за ним значит я снимаю вступление в проект который организовала получается сама bingo 2023 сразу же в начале хотела бы с девочками которые хотят принять участие обговорить одну вещь к сожалению хэштеги почему-то не работают в полной мере как вот мне хотелось как раньше они работали что и проходишь по хэштегу и видно сразу всех кто участвует к сожалению так они не работают поэтому я предлагаю вам девочки присоединиться в группу в telegram то есть я оставлю ссылочку вот под этим видео все желающие которые хотят поучаствовать присоединяйтесь там я буду тогда собирать список получается участников и уже может быть какие-то нюансы будем там обсуждать все вместе в общем все желающие которые хотят не только на ю тубе да поучаствовать я знаю что есть такие девочки которые хотят в других социальных сетях хотя бы мы теперь сможем вас тоже как-то немножко отследить до получается или может быть просто зрители которые хотят понаблюдать за нами пообщаться с нами я создаю группу в telegram да и там мы все вместе сможем пообщаться что-то для себя решить да какие-то организационные моменты поэтому ссылочку вы найдете в инфобоксе проходите по ней и будем уже решать более такие закулисные вопросы да организационные именно в этой группе так ну а теперь давайте перейдем непосредственно к моему вступлению в этот проект я хотела снять как можно раньше этот проект но знаете нужно собраться чтобы настроиться снять чтобы показать вот все что я хотела показать в этом вступлении я сначала от руки нарисовала для себя таблицу вообще изначально как я это делала может быть до тех кто еще только думает присоединиться или нет я выписала для себя всем хотелки да потом я написала что мне обязательно нужно связать в следующем году то есть есть такие вещи которые я обязательно хочу связать допустим детскую шапку да или допустим мне обязательно нужно как минимум 12 пар носочков связать варежки какие-то там перчатки не знаю обязательно там кардиган какой-то или себе или там не знаю какому-то близкому да для себя человеку то есть я все это выписала посчитала сколько у меня получается и мне нужно создать такую таблицу которая была бы квадратная то есть у нее должно быть по диагонали извиняюсь по вертикали и по горизонтали одинаковое количество квадратов да то есть пять на пять шесть на шесть семь на семь три на три четыре на четыре два на два ну это уж конечно слишком мало но все-таки 8 на 8 и я знаю что у нас уже есть участница люда она уже составила таблицу 10 на 10 а это как минимум сто пунктов которые она хотела бы выполнить в следующем году представляете да и в дальнейших видео я думаю у нас когда уже будет сформирован список вы можете пройти к люди и посмотреть ну кто не знает канал я подпишу сейчас на экране как называется у людей канал потому что я еще раз повторюсь каналы я очень плохо запоминаю имена девочек я запоминаю а вот как называется канал ну вот такая у меня короткая память и в общем вот у люди такие глобальные масштабные такие планы очень интересно поэтому проходите к люди посмотрите что она уже запланировала ну а я сейчас возвращаюсь к своему списку я значит у меня получилось где-то примерно 40 что ли пунктов и я понимаю что это ну как бы ни туда ни сюда да мне надо либо 6 на 6 это 36 да либо тогда 7 на 7 делать ну я думаю нет 7 на 7 это надо добирать еще какие-то пункты а вдруг у меня не получится ну то есть нужно еще и здраво свои возможности оценить да то есть ну все-таки не так что вот понаписать понаписать а может быть я к ним вообще не прикоснусь но сделать какой-то немного задел для себя поэтому я решила что я некоторые пункты объединю то есть допустим связать там вот у меня будет такой пункт как связать 3 пары носочков то из толстой пряжи то есть это будет не один пункт и вот так вот я что-то объединила да и у меня в итоге получилась таблица 6 на 6 значит я ее пошла чертить на это тоже потребовалось время вот такая вот таблица у меня вышла значит 36 этого пунктов и давайте теперь я постараюсь как можно быстрее каждый пункт вам назвать да значит первый пункт у меня носки толстые под рукой кроме стилуса ничего не оказалось буду им показывать значит носки толстые 3 пары это я подразумеваю что как бы себе дочери и мужу мне нужно связать по паре толстых носков иногда очень нужны толстые носки допустим куда-то там в лес зимой или просто дома одеть их до чтоб согреться то есть нужны толстые носки дальше следующий пункт довязать платье быстро буду вам показывать стараться что же у меня конкретно под этими пунктами да так значит платье вот такое вот платье летнее я вижу вообще у меня было в планах на прошлое лето связать это платье но не вышло не получилось я вам оставлю ссылочку на мое видео об отчете в бинго вот за 2022 год и значит вот на каком этапе сейчас у меня платье вяжу его из пряжи от фибра натура бамбу джаз состав у него 50 процентов хлопок 50 процентов бамбук в 50 граммах сто тридцать два с половиной метра цвет если кому-то интересно 11 231 надеюсь фокусируется потому что мне плохо видно камеру через камеру значит вот такое платье мне нужно будет довязать двадцать третьем году и и уже к лету чтобы ну естественно его одевать и носить надевать так следующий пункт шапка детская на весну я уже даже модельку подобрала видите кота шапки будет с ушками на макушке значит вот такую шапку и пряжу возможно я свяжу что-нибудь из остатков из своих есть у меня несколько остатков и мне нужно знаете такую как бы все равно более легкий вариант ну по вырастали мы из тех шапочек которые я до этого вязала и возможно вот что-нибудь из этой вот пряжи не гарантирую что возьму именно какую-то из этой пряжи может быть что-то мне в голову стрельнет и другое передумаю да значит одна из пряж это кроха многим знакомая от троицкой фабрики вот такая вот пряжа состав у нее 20 процентов мериносовая шерсть 80 процентов акрил так я вот если честно совсем не вижу что вам показываю и здесь 40 граммов 108 метров это я фикс прайсе покупала такой нежный нежный сиреневый цвет приятный называется да розовая сирень 29 цвет называется и еще у меня есть от фиджи вот такая вот пряжа не уверена что подходит вот такая пряжа это шнурок да во первых очень сильно будет закатываться возможно я даже ее и не возьму на этот проект вот сейчас подумала состав у нее 20 процентов шерсть мериноса 60 процентов хлопок и 20 процентов акрил в 50 граммах 95 метров цвета розовый нектар 352 не знаю возьму я что-то из этого на шапочку или нет следующее я расписывала так как я буду участвовать в носочной коробочке я решила ну практически каждую пару расписать по отдельности и значит написала пару носков носочную пряжу я в общем то если вас интересует именно носочная пряжа какая у меня есть я очень много показала этой пряжи во вступлении в носочную коробочку на двадцать третий год поэтому вы можете пройти на это видео давайте вам тоже оставлю ссылочку и там я немного о планах на эту коробочку рассказывала да какая пряжа из какой я возможно что-то буду вязать поэтому здесь я не буду показывать носочную пряжу также у меня есть в задумках желаниях связать сумочку себе на лето до какую-то летнюю типа шопера что-нибудь вот такое крючком поработать маленько но не знаю как получится нет еще и пряжу конкретно не подобрала но думаю что то из своих запасов использовать у меня есть такая я вязала себе топ вот в двадцать втором году на который называется свитхет из бусинки от context и я думаю что вот остатки можно было выпустить на эту сумку ну она такая пряжа жестковатая для меня все-таки показалось и возможно для сумки это будет хорошо следующий пункт такой интересный мне нужно распустить вязаные изделия у меня я собираю изделия там отдельно себе в пакет которые уже либо не подошли не понравились в ношении допустим либо модель не то не так подобрана шапка там какие-то может быть аксессуары либо ребенок вырос из этих изделий но пряжа то еще хорошие то есть незатасканные да такие изделия вот то есть либо что-то я не хочу носить то есть вот эти изделия я хотела бы распустить чтобы пряжа все-таки посмотреть на нее и может быть на что-то использовать да я не скажу что у меня много таких изделий но есть я немножко под собирала под собрала там небольшой пакетики на них у меня вот на распуск этих изделий вечно нет времени вот вечно мне не хватает времени чтобы это распустить там в принципе не так уж и много дел просто нужно за это взяться и поэтому вот я себе уже даже пунктом вот таким вот написала вот чтобы я смогла выделить время до распустить дальше изделия из пряжи альпака флауров я не знаю конкретно какое изделие я все-таки хотела бы связать из этой пряжи но мне очень хотелось бы что-то плечевое связать для себя мне подарили эту пряжу мне подарил ее оля с канала люли рокодельница на за то что я участвовал в 3 стартах целый год каждый месяц я участвовал в 3 стартах 21 года и она мне подарила вот в конце года вот такую посылочку и там была вот эта пряжа она очень мягкая она очень нежная и мне хотелось бы какое-то плечевое изделие для себя из нее иметь не так уж и много мне нужно на мой размер и поэтому я решила что даже если мне чуть-чуть не хватит я что-то придумаю да здесь состав 20 процентов альпака 80 процентов акрил 250 грамм вот эта бобиночка и 940 метров в ней вообще в принципе мне хватает на джемпер меньше 1000 метров поэтому по идее единственное что так как это секционная да такая пряжа с ней нужно как-то уметь работать и значит цвет 415 если кому-то интересно я думаю что если вы не работали еще с такой пряжи то слышали да они но она на самом деле очень мягкая такая пушистенькая и хотелось бы вот все-таки ее пустить в дело значит я вообще изначально планировал какой-нибудь джемперок но не знаю что получится да то есть поэтому я не стала писать конкретные изделия написала что вот из этой пряжи поработать дальше французская кофточка я знаю что возможно мода на эти французские кофточки уже ушла но это такая вещь которую иногда накинуть на плечи да там допустим прохладным летом или теплой весной хочется и я решила что я хочу но я хочу такую легкую ажурную полупрозрачную и в то же время согревающую кофточку и я даже под нее заказала вот этот с алиэкспресс вот этот пух нормки вот такого мятного приятного цвета не знаю хорошо нет передается на камеру цвет но в общем здесь как обычно никаких опознавательных знаков она идет в комплекте с дополнительной ниточкой это я уже вязала вот именно этой фирмы нормкой и мне она в общем то нравится устраивает конечно тут ворсик будет такой ну в общем попробуй да не знаю что вы здесь вот цвет смотрите может быть что-то это вам скажет да и в 50 граммах 350 метров знаю единственное что состав ну вряд ли сильно натуральный да так дальше дальше у меня есть пункт как новый проект у меня таких пунктов будет 5 да и я их даже немножко цветом выделила здесь это как сказать моя подушка безопасности да то есть если мне вдруг что-то придет в голову незапланированное я буду подписывать здесь какой конкретно проект будет вот под эту позицию дальше шапка крючком я очень хочу связать какую-нибудь попробовать шапку крючком и я даже некоторые модельки подобрала но посмотрим как получится и может быть с пряжей я еще не до конца определилась я хочу но обычную вы знаете обычную шапку крючком к линиями вывязывается может быть такую может быть какую-то другую в общем еще не знаю толком что конкретно у меня было несколько попыток в двадцать втором году связать шапку крючком но была проблема в том что мне не хватало пряжи в общем я вязала из остатков какие у меня есть пряжные и мне не хватало пряжи и так и я распускала да вот поэтому все таки хочу в этом в двадцать третьем году связать с шапку крючком не знаю конечно буду я ее носить или нет потому что я до сих пор в поиске вот той модельки которая мне нравится ну и поэтому хочу попробовать дальше еще одна пара носочков перчатки хочу связать перчатки не знаю я здесь указала одну пару перчаток но точно хочу связать перчатки для себя из пряжи пух норки у меня много цветов пуха норки то есть различных и совсем недавно у меня была последняя покупочка которую я вам покажу в каком-нибудь из влогов наверное да какие еще мне пришли цвета и конечно же я буду вот какие-то перчатки вязать почему именно из пуха норки потому что как показал этот сезон мне очень понравились перчатки из пуха норки в плане комфорта и теплоты мне очень удобно в перчатках за рулем в варежках не так удобно и поэтому я вязала себе одну одну пару перчаток из носочной пряжи одну пару из пуха норки на морозы пух норки все-таки себя показал лучше носочная пряжа она скорее всего такая весенне-осенний вариант а вот пух норки мне даже в морозы было комфортно за рулем конечно за рулем не в лесу там где-то да не согреет до такой степени но вот за рулем не очень удобно и комфортно в них единственное конечно что их хватает на сезон они уже выглядят не очень так респектабельно уже такие все закатанные при том катышки такие знаете которые плохо отделяются вот и поэтому я точно знаю что мне нужно будет следующем сезоне уже зимним новые перчатки из пуха норки дальше варежки митинги еще есть модель такая знаете варежек я возможно вставлю фотографию если найду где снимается вот верхний клапан да и получается митинга то есть я хочу попробовать еще такой вариант как бы тоже в машине может быть будет удобно что я вот так вот этот клапан снимаю а когда совсем холодно его обратно надеваю да на руку то есть вот такие варежки митинги тоже для себя хочу попробовать носочки крючком хочу в этом году попробовать в двадцать третьем видела как вяжут носочки крючком но я хочу не как это правильно сказать не поперечным вязанием а продольным да то есть вот как бы весь носок вот так вот вязать таким вот методом хочу попробовать связать носок не знаю что получится и хочу из какой-нибудь секционный наверно пряжи потому что мне хотелось бы чтобы носочек получался как бы полосатый только не поперек как мы привыкли в лицевой глади да видеть а вот именно вот такой продольный вот хочу попробовать такую модельку носочков дальше шапка-ушанка крючком из пухонорки пока цвет еще не подобрала я увидела классный мастер-класс на канале у елены вели на и по-моему если не ошибаюсь я напишу на экране как называется канал она сняла мастер-класс на шапку-ушанку крючком двойную и я хочу попробовать эту модельку связать дальше шорты детские шорты детские я хочу связать для своей дочери знаете как вот утепление не какую-то декоративную чтоб функцию они несли не на лето а вот именно утепление допустим под баллоневые штаны или под платье да вот чтобы когда холодный сезон начинается эти шорты согревали и вот такие шорты я хочу связать для нее и не только для нее кстати об этом чуть позднее но буду первые шорты вязать именно для нее чтобы поучиться поэкспериментировать дальше мне нужно довязать кашемеровый джемпер помните мой кашемеровый джемпер вот так вот он у меня сейчас выглядит то есть я его не продвигала больше с того момента как последний раз показывала видео здесь бобинная пряжа 95 процентов кашемера 5 процентов мериносовая шерсть эту пряжу мне дарила на день рождения женя красникова и я очень хочу такой комфортный базовый какой-то джемпер и вот вижу регланом погон до базовых как говорится но никогда не вязала реглан погон этот джемпер и примеряла его да у меня закончилась одна намоточка моя вижу в две ниточки метраж 700 метров на 100 грамм и в две ниточки получается 350 и вот хочу конечно же этот джемпер закончить вот следующем году и да еще хочу немножко вернуться к шортам детским я забыла я так-то и пряжу уже даже подобрала я вязала для дочери свитер из пряжи flowers мерино давайте вам ставлю фотографию чтобы это было нагляднее да и у меня остались остатки от этой пряжи значит вот такая вот пряжа состав у нее 25 процентов 6 75 процентов акрил 225 грамм 590 метров цвет 537 значит у меня остались было два матка вот таких вот полноценных я связала свитер у меня остались остатки я решила почему бы мне не попробовать из него связать вот из этих остатков шорт для ребенка да то есть вот эта пряжа у меня в планах на то чтобы связать из нее шорты ну посмотрим как получится возможно я белый ты не буду вот этот светлый молочный использовать а только темные цвета использую просто ну шорт это такая вещь которая будет постоянно пачкаться как мне кажется ну хотя не знаю так дальше значит шорты кашемировый джемпер и снова новый проект да то есть снова мое будет вдохновение дальше еще шорты а вот это вот уже шорты для меня мне тоже хотелось бы иметь такую вещь гардеробе чтобы где-то возможно в подплатье да надеть шорты уже в осенний такой зимний период где-то на рыбалку под тоже балунивые штаны почему бы нет и поэтому я сначала потренируюсь на детских а потом возможно и себе свяжу да по крайней мере планирую снова дальше следующий у меня новый проект еще одна пара носочков варежки детские я связала в двадцать втором году детские варежки из пухонорки мне очень понравились но я думаю нужно будет еще одну пару связать для дочери варежек так я также участвую в проекте сезонные носочки где мы каждый сезон вяжем какие-то тематические носочки да то есть привязка именно к сезону я вязала носочки осенние теперь у нас получается в следующем году еще три сезона это зима весна и лето то есть мне нужно еще связать 3 пары сезонные носочки дальше шапка интерсии очень интересную модель шапки мы с дочерью увидели на пинтерест я вам постараюсь ставить фотографию и дочь конечно мне я хочу хочу такую шапку да мне если честно самой интересно было бы попробовать связать схемы этой шапки нет то есть вот этого рисунка и я планирую сама для себя как бы попытаться сделать эту схему я понимаю что эта шапка вяжется скорее всего интерсий и я вот хочу попробовать для нее связать подобную шапочку но мне казалось кажется что была бы очень такая эффектная шапочка но я знаю что с ней мне придется попыхтеть как говорится так дальше у меня по плану детский кардиган я уже много о нем говорила вот в прошлом сезоне получается но как-то решила отложить эту тему до следующего года и вот в двадцать третьем году хочу связать для дочери кардиган но вязать буду его вот из такой вот пряжи эту пряжу мне дарила ирина поливода за как сказать за то что я участвовала в проекте который она организовала и я в общем-то принимала участие да получается в этом проекте не пропустила отчеты как бы все и рандомно был разыгран подарок и одна из составляющих этого подарка была вот эта пряжа у меня два моточка такой пряжи здесь в 100 граммах 360 метров и она такая смотрите очень такая яркая такая эффектная она с люрексом и такие цвета приятные красивые но 2 моточка я думаю на кардиган дочери будет как раз здесь состав состав по моему стопроцентный акрил только не знаю где это написано но по-моему здесь открыл может быть на другом моточке написано а здесь я не нахожу этой информации да очень интересно ну в общем это все таки стопроцентный акрил и два моточка как раз я пущу в дело пусть с удовольствием носит да но я еще не связала буду буду стараться связать вязать что говорю дальше дальше я хочу еще попробовать связать детскую юбку не знаю конечно никогда не вязала но хочу попробовать связать что получится из какой пряжи тоже еще не решила может быть из хлопковой полу хлопковой посмотрим еще одна пара носочков еще одна один пункт новый проект также мне нужно довязать жакет с пайетками которые я начала до 22 году такой мне кажется тоже будет эффектный жакет так значит вижу его из полу хлопка постараюсь сейчас показать так чтобы не сильно шуметь alize cotton gold черный такой цвет многие знакомы с этой пряжей 55 процентов хлопок 45 процентов акрил и здесь в 100 граммах 330 метров цвет 60 и также я добавляю периодически еще вот такие пайетки на вискозе мелкие голографические такие пайетки не знаю видно нет будет ну в общем я уже много раз показывала да все это и я вижу жакет немножко с ним тут у меня произошли некоторые изменения пришлось пересмотреть пересчитать кое-что распустить и я начала дальше заново вот быстренько вам покажу более подробно конечно во влоговых видео все это я рассказываю и показываю не знаю что у меня конечно из этого получится не получится но я буду по крайней мере стараться дальше я хочу связать еще три пары носочков жаккардом конечно кстати этот пункт такой знаете получается сборный и в него могут войти какие-то вот из этих вот пар да какие-то в сезонные может носочки я свяжу носочки жаккардом ну то есть может быть толстые носочки да и здесь допустим появится ну а почему бы и нет главное что я запланировала для себя что три пары вот в следующем году как минимум три пары жаккардом я хотела бы связать так дальше изделие из мотивов да я хочу вот в следующем получается не в следующем уже а в двадцать третьем году связать изделие какое-либо из мотивов пока я планирую использовать для этого пряжу какую-нибудь летнюю и возможно это будет топ у меня появилась книга вязание мотивами да и там различные модели топов плечевых каких-то изделий шали пледов еще чего-то да и я вдохновилась одним по крайней мере как минимум одним топом из этой книги и хотела бы повторить не знаю что у меня из этого получится но в дальнейшем вы об этом все узнаете так дальше быстро рыбацкий свитер здесь как-то значит муж у меня ездил на рыбалке да все вот в начале сезона и ну подмерзал где-то я ему говорю что так как ты надеваешь на рыбалку какие-то старые кофты которые магазины они акриловые и они тебя совсем не греют а наоборот поэтому говорю ты подмерзаешь и он не говорит освежи выводит мне тогда вот какой-нибудь из остатков вот такой вот свитер чисто на рыбалку да то есть не на выход куда-то чисто на рыбалку я гону сборную солянку могу сделать то есть совсем совсем какой-то цветной получится и так далее в общем мы договорились о том что я ему свяжу из остатков вот к следующему уже получается зимнему сезону не к этому да а к следующему свитер не знаю что какие еще остатки кстати за сезон у меня получится да за ну вот к началу следующего зимнего сезона и из уже я буду лепить что-нибудь хотелось бы какой-то толстый ему такой свитер но более-менее натуральный да что был состав чтобы он грел дальше я хочу еще попробовать связать игрушку тоже уже к следующему сезону новогоднему почему потому что на канале у оли аскаровой вышла вышел мастер-класс на гнома но я понимаю что вот мне к этому новому году было не успеть эту игрушку до связать некогда было но к следующему я хотела бы этого гнома попробовать связать тем более знаю что ее мастер-классы очень многие ценят и говорят что очень понятно и все хорошо объяснено в бесплатном доступе я вам фотографию постараюсь ставить если у меня будет как выглядит этот гном да если вы еще сами не видели дальше еще пару носочков шапка из пухонорки здесь просто шапка из пухонорки то есть как я уже говорила я в поисках какой-то модели и я хотела бы еще какую-нибудь модельку попробовать до для себя и связать я именно из пухонорки хочу потому что мне очень нравится эта пряжа в аксессуарах и мне комфортно в ней мне в ней тепло вот именно из этой пряжи в шапках мне тепло какие-то другие там шерстяные шапки да но я конечно не вязала там береносовые кашемировые я не вязала такие шапки себе но вот из тех бюджетных вариантов все-таки вот пухонорки мне понравился больше всего и еще один пункт это как новый проект то есть еще что-то возможно я захочу связать двадцать третьем году в общем то все да то есть вот у меня получилось тридцать шесть проектов вообще если честно у меня вот под этими пунктами уже в голове кое-что есть да хоть пусть не под все пять но по три точно у меня есть какие-то планы но я не уверена что у меня получится их осуществить поэтому и не стала прописывать как отдельными пунктами но я все-таки буду стараться до их выполнить но написала вот как просто новый проект возможно что-то и поменяется да потому что у меня было такое что я какие-то проекты даже если честно и не хотела вязать вот в прошлом году в двадцать втором но я их обозначила и даже некоторые вот заставляла себя силой начать а потом как-то она уже знаете аппетит приходит во время еды я как-то ну видно втянулась и мне даже понравилось что получилось в целом наверное даже это меня организовала да то и заставила меня все-таки попробовать связать тот или иной проект ну в общем такие вот у меня планы и в дальнейшем будем смотреть как эти планы будут осуществляться да значит еще раз хочу по поводу организационных моментов до поговорить если кто-то желает вступить обязательно присоединяйтесь в группу до хэштеги мы в любом случае конечно будем прописывать они будут никуда не денутся кто еще только будет снимать это видео я думаю если что-то непонятно пишите обязательно да значит вы можете если хотите поучаствовать еще раз повторюсь не участвовать на ю тубе да просто для себя даже вот просто дома себе составили вот такой вот план да и для себя как бы отмечаете не обязательно это показывать ну а вот если вы добавитесь в группу telegram то там можно фотографиями делиться да вот просто своими впечатлениями какие-то вопросы может быть задать то есть пожалуйста обязательно присоединяйтесь хотя бы ради того чтобы вдохновиться да как говорится вот значит на этом наверное все я буду заканчивать свое видео благодарю всех кто откликнулся благодарю всех кто просто будет нас поддерживать да вдохновляться я очень рада мне очень приятно я еще раз повторюсь наверное не совсем планировала быть организатором какого-то проекта мне просто очень самой захотелось еще раз для себя вот создать такой проект но и подумала почему бы не предложить другим да поучаствовать поэтому я очень рада что есть желающие что все таки я не одна такая да кто любит планировать все на этом я буду заканчивать свое видео благодарю еще раз всех кто продолжает наблюдать да за нами за моим каналом кто не подписан обязательно подписывайтесь не забывайте ставить лайки ну а я как обычно с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока